Станции скорой медицинской помощи Нижневартовска исполнилось 50 лет. Одну из крупнейших неотложек Югры открыли в 1969 году. В то время на линии работало всего три бригады. Этого хватало. Чаще медикам приходилось выезжать на месторождения и спасать нефтяников и газовиков. Сегодня в учреждении труится около 300 человек. В автопарке станции 27 машин. Все оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Скорая помощь Нижневартовска обслуживает до 100 тысяч вызовов в год. Как изменилась медицинская организация за полвека узнавала Елена Составова. Вот аппарат зол. Сейчас пульсоксиметр на себя надену и посмотрим показания данного кислорода в крови и насыщенности. Вот здесь вот обратите внимание. 100% 99. Медбрат Вячеслав Петелин с гордостью показывает уникальное оснащение реанимационной бригады. Здесь действительно есть на что посмотреть. Финансирование в Югре позволяет покупать все самое современное. Портативные аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, дефибрилляторы. Последнее приобретение аппарат непрямого массажа сердца. Благодаря ему врачам скорой удалось недавно спасти жизнь молодому вортовчанину, у которого случился инфаркт миокарда. Внезапно произошла остановка кровообращения. Было наложено устройство непрямого массажа сердца. Реанимационной бригадой было принято решение доставить пациента в центр интервенционной хирургии. Это на базе окружной клинической больницы, где под продолжающимся комплексом сердечно-легочной реанимации пациенту был поставлен стенд в коронарную артерию, раскрыт сосуд на сердце, после чего был восстановлен кровоток. И он сейчас благополучно также живет и здравствует. О таком оборудовании первые фельдшеры Нижневартовской скорой помощи могли только мечтать. Людмила Павлова пришла работать на станцию в 1978 году. Вспоминает, учреждение располагалось в маленьком балке с деревянными полами. В те времена пожилых людей в городе практически не было. Врачам скорой чаще приходилось принимать роды и лечить производственные травмы. Тогда ездили же на месторождение, дорог не было. И травмы достаточно были такие тяжелые у нефтяников, скажем, за это. Поэтому если возили капельницу, это не то, что как сейчас можно было закрепить. И тогда привяжешь за что-то ее. Один раз спрыгнули с плиты и все выскакивало. Поэтому достаточно было трудно. Сегодня технологии шагнули далеко вперед, но трудностей по-прежнему хватает. Население города сильно выросло, увеличился средний возраст вортовчан. Сотрудники скорой часто сталкиваются с непониманием. К их работе порой относятся предвзято. Например, увидев стоящую на улице машину скорой помощи, люди начинают возмущаться. Дескать, водитель ездит на служебной машине по своим делам. На самом деле это невозможно. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС и находятся под непрерывным наблюдением. Передвижение транспорта отображается на экране в оперативном отделе. Когда приехала, то есть сколько времени она находится на вызове, когда освободится и когда поедет назад. Все движения автомобиля в данной ситуации, они в автоматическом режиме фиксируются в системе. Прерастает станция и новыми кадрами. За последние годы на работу в учреждение были приглашены 6 врачей из других регионов. А вот фельдшеры все местные. На станцию охотно идут выпускники Нижневартовского медицинского колледжа. Стандартно в сутки бригады совершают около 300 выездов. Но бывают и авралы. Например, в период вспышек простуды и гриппа. Рекорд учреждения 650 вызовов в смену на 25 выездных бригад. Это была колоссальная нагрузка. Но медики справились. Потому что если не они, то кто? Елена Составова, Рамиль Хайрулин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.